Цели достижимы. Сегодня в Доме правительства обсудили ход реализации приоритетных региональных проектов. Какие задачи стоят перед властями республики? Подробности у Дмитрия Ковалева. 12 национальных целей и десятки приоритетных проектов. Чтобы реализовать поставленные задачи, необходима слаженная работа, отметил председатель правительства республики. Инициативы регионов в федеральном центре поддержат. Также правительство Российской Федерации продолжит поддерживать регионы, помимо финансирования в рамках национальных проектов. В 2019 году на выравнивание бюджетной обеспеченности и компенсации дополнительных расходов, которые связаны с повышением зарплат бюджетник, предусмотрены межбюджетные трансферты в размере 1,7 трлн рублей. Члены Совета утвердили паспорта двух региональных проектов. В Минприроды Республики в ближайшие годы намерены решить проблему обмеления реки Суран. Реализация настоящего регионального проекта позволит улучшить экологическую обстановку реки Суры и обеспечить бесперебойный питьевой и хозяйств бытовой водоснабженности. Еще одна задача – поддержка экспорта. Уже в ближайшие годы продавать свою продукцию в зарубежные страны должны более 300 предприятий Республики. И достичь к 2024 году 100%. И в рамках подготовки внедрения регионального экспортного стандарта 2.0 планируется организация обучения региональной управленческой команды по программе российского экспортного центра. Стратегию развития страны на 6 лет вперед обсуждали на полях российского инвестиционного форума. Председатель правительства Дмитрий Медведев обозначил приоритетные цели. А что можно получить и что нужно сделать? Более полутора миллионов квартир и 300 тысяч новых индивидуальных домов ежегодно, 40 построенных и реконструированных детских отделений и больниц, 420 центров амбулаторной онкологической помощи, 230 тысяч новых мест в школах, 40 тысяч километров отремонтированных дорог в регионах. Столько же в крупных городах и их пригородах. Практически 50 реконструируемых аэродромов. Ликвидация огромного количества городских свалок. Многое зависит от того, насколько эффективно национальные проекты реализуют власти регионов. За их работой в правительстве страны наладят тотальный контроль. Для успеха у нас есть практически все. Положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем государственных инвестиций в национальные проекты, действительно беспрецедентный. Вовлеченность и заинтересованность всех регионов. Ну и, наконец, новые кадры и компетенции. Еще одна задача для регионов – развитие цифровой экономики. В технологиях «Бигдата» отмечают, руководители субъектов нуждаются бизнес, медицина и образование. И продаваться эти решения могут. Здравоохранение – это большие данные, связанные с нейросетями. Здесь ключевая роль, конечно, не у государства, а ключевая роль нашего университета. Внедрить передовые технологии, работы с данными регионам помогут в корпорации «ОСИ». Руководитель агентства объявила о начале конкурса цифровых решений для субъектов. По его итогам сформируют базу проектов. Мы сегодня становимся таким, кажется, серьезным поставщиком лучших цифровых экономических практик для регионов. Но что касается цифровых решений для регионов, лучших практик нет еще. Это будет конкурс задач. Первый этап. Второй этап – это будет конкурс решений. И третий этап – это этап внедрения. У нас действительно сегодня огромный запрос на специалистов в этой сфере. Запрос на данные в регионах. На конкурсный отбор представят и проекты из Чувашии. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Бахтияр Велиев. Республика.